Здравствуйте! У нас, как всегда, на канале Экзегет много вопросов, адресованных священнослужителям, и на некоторые из них я попробую сегодня ответить. Вот вопрос, достаточно широко встречающийся и к нам непосредственно пришедший, можно ли заниматься йогой? Дело в том, что действительно в последнее время мы видим в крупных городах достаточно много объявлений, но и уже не первое десятилетие существуют всевозможные йога-центры, в которых люди поправляют свое физическое и духовное здоровье. Можно ли заниматься в подобных центрах вообще, как йога соотносится с православным христианством? И надо прямо сказать, что в основе учения йоги, а направления в йоге есть самые разные, лежат, конечно, совершенно не христианские представления. И если мы начинаем углубляться в эти учения, то чем дальше мы туда уходим, и чем ближе к сердцу это принимаем, тем больше удаляемся от Христа. И поэтому интерес к йоге как к религиозному учению, безусловно, для христианина является недопустимым, и Священное Писание прямо говорит нам о том, что не должен человек, исповедующий веру в истинного Бога, ходить вслед иных богов, не должен увлекаться различными учениями. Об этом есть слова и в Ветхом Завете, об этом учит апостол Павел, говоря, что учениями странными и различными не увлекайтесь. Но подобает нам в вере утверждать сердца наши. Но йога — это не только религиозное учение. И, собственно, увлечение йогой, начиная еще с советских времен, в безусловно атеистическом государстве, которое все религиозное начинание старалось выплыть под корень, было вещью допустимой, поскольку в йоге существует так называемая, ну как это в старые времена советские называлось, физкультурная составляющая. И большинство людей знает про йогу и увлекается как-то этими вещами не как религиозным учением, а как определенной физической практикой. И это все во что в культуру, и если вам попросят что-нибудь сказать о йогах, то мы можем вспомнить даже детскую считалку типа «У дороги, свесив ноги, на гвоздях сидели йоги» или что-нибудь еще в этом духе. То есть, действительно, йоги — это кто? Это те, кто сидят на гвоздях, это те, кто, значит, выдумывают себе всевозможные вещи на дыхание, на гибкость или еще на что-нибудь. То есть, вот в этом смысле мы понимаем, что йога — это, как я уже сказал, определенная школа обращения с собственным телом. И многие практики, которые исходно были связаны с недопустимой для христианина религией, в настоящее время существуют или могут восприниматься в полном отрыве от этого исходного религиозного материала. Ну, например, в таких направлениях, как хатха йога, существуют определенные дыхательные практики, которые позволяют избавиться от астмы. Я вовсе не рекламирую здесь хатху йогу как способ избавления от астмы, но просто знаю об этом, потому что, например, моя родная бабушка еще в далеком 81-м году, страдая астмой, сумела от нее избавиться, просто освоив комплекс дыхательных упражнений. И то же самое касается некоторых упражнений и на концентрацию, и на владение своим телом, на растяжку. Для нас, действительно, мы понимаем, что есть какая-то грань, которую переступать нельзя. Как только вам станут говорить о том, что вы должны найти в себе центр энергии, необходимо ее куда-нибудь распределить или еще что-нибудь в этом духе, так сразу надо креститься и говорить, господи, чур меня. И, безусловно, в эти вещи ни в коем случае не только не погружаться глубоко, но и вообще их не касаться. Достаточно вспомнить, ведь, например, даже совершенно допустимые для нас и не вызывающие сомнений современные виды спорта, входящие в олимпийскую программу, в программу олимпийских игр. Мы помним, что сами олимпийские игры, безусловно, были религиозным действием в Древней Греции. Это не было занятие физкультуры, это не было каким-то чемпионатом в нашем смысле этого слова. Это было серьезное религиозное действие, в котором во славу тогдашних олимпийских богов совершали подвиги атлеты в соответствии с определенным религиозным каноном. Но есть такое противное слово, которое называется секуляризация, то есть отделение религиозной составляющей от того, что она, может быть, в свое время исходно породила. Мы можем много явлений современного мира, например, театр. Причем, если даже брать не античный театр, который, безусловно, был религиозным действием, а мы возьмем театр нового времени в том виде, в котором он существовал, например, в германских княжествах где-нибудь в XVI, XVII или XVIII веке, то это было, безусловно, религиозное действие, это была мистерия. И колоссальный вопрос, а можно ли, нужно ли, допустимо ли христианину было принимать участие в подобном действии. Ответ, скорее всего, нет, нельзя и для православного человека недопустимо. Но мы знаем, что секуляризовавшись, театр превратился в определенную часть культуры, и говорить о том, что, например, нельзя или невозможно, недопустимо для христианина сходить в Малый театр, например, на Грибоеда в горе от ума, только там пальцем у виска можно покрутить, если человек таким образом мыслит. Безусловно, это часть секулярной культуры, важной и нужной, которая способна обогатить человеческую личность. То же самое касается физической стороны йоги. Подчеркиваю, я совершенно не призываю людей заниматься йогой. Храни меня, Господь, от подобных призывов. Но если вы понимаете, что какие-то ваши физические проблемы, это может решить, например, проблемы с дыханием, или это способ занятия физкультурой, а заниматься своим телом, безусловно, христианин призван. Мы по наивности и по молодости очень так издевательски относились к древнему римскому правилу в здоровом теле здоровый дух, понимая, что дух все-таки первичен, но римляне были правы. Если тело наше нездорого, я не имею в виду какие-то тяжкие болезни, а если оно дрябло, уныло, если оно не позволяет нам нормально жить, то и дух наш вслед за ним угасает. И поэтому один из способов решения каких-то жизненных проблем это приведение своего тела в порядок. Человек должен быть во всем прекрасен, в том числе и телесного. Его тело должно подчиняться ему. Как говорил один средневековый святой, тело – это осел. Не докормишь – сдохнет, перекормишь – взбесится. К телу нужно относиться разумно. И если в какой-то части вашего жизненного пути с какими-то физическими проблемами вам поможет справиться физическая сторона йоги, то в этом нет ничего плохого, нет ничего недопустимого для христианина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...